Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 29. Вопрос 4006. «Если бы прежние первоиерархи зарубежной церкви были живы, то какой пункт выставили бы на первое место, чтобы доказать, что объединение все еще не приспело?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это можно понять по их тогдашним письмам и посланиям. Его Преосвященству Митрополиту Иринею. Ваше Высокопреосвященство. Наша газетная переписка пришла в тупик, и нет смысла ее продолжать. Но на ваше последнее письмо я считаю нужным ответить. Апеллируя к моей совести, вы приводите выдержку из своего предыдущего письма и спрашиваете. «Где я вижу в ней заостренную полемичность? В этой выдержке не вижу. Но Вы ведь не все свое письмо привели, Ваше Высокопреосвященство. В нем есть совсем другие мысли и выражения. Упорно обходя главный разделяющий нас вопрос, Вы настойчиво призываете к молитвенному общению. Что и говорить, великою радостью было бы возобновление такого общения. Но начинать с него можно тогда, когда имеются несогласия личного характера. В этом случае дело ясно и просто. Мир и будем служить и молиться вместе. Но при разногласиях принципиального характера, согласно словам Святой Церкви, возлюбим друг друга до единомыслием исповемы. Необходимо предварительное достижение такого единомыслия. И только тогда, когда оно достигнуто, радость такого достижения увенчивается совместную молитвою. И вообще в истории Церкви совместного служения без единомыслия не бывало. Это чисто экуменическое изобретение наших дней. Любовь, понимаемая по экуменическому мудрованию, широко открывает всем и вся свои любящие объятия. Но эти объятия готовы насмерть задушить истинное православие, похоронив его в груди неправославных мудрований. Ведь не напрасно апостол любви говорит о том, что человека, неправо говорящего об истине, не следует принимать в долг, не даже приветствовать, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Главный вопрос, разделяющий нас, вопрос о советской иерархии. Зарубежная Церковь признает ее законным и действительным возглавлением страдающей Церкви Российской только тогда, когда она со всей решительностью отвергнет позорную и страшную декларацию митрополита Сергия, сойдет со своего пагубного пути и станет на путь церковной правды, открыто и бесстрашно ее защищая. Позорное пятно должно быть смыто. А пока этого нет, она находится под, в кавычках, амафором богоборческой власти, не смея без ее, в кавычках, благословления, ступить ни одного шага, особенно в своих действиях за границей. Ведь это и ребенку ясно. Здесь я прерываю свое письмо, чтобы привести дословно то, что сказал по данному вопросу владыка архиепископ Андрей Рокландский, который долгое время совершал свое пастырское служение в Советской России и хорошо знает все кошмары советской действительности. Владыка сказал следующее. Вспоминается мне один случай из жизни блаженной Ксении Петербургской. Она была особенно популярна в купеческом мире. Купцы замечали, что каждое посещение блаженное приносило им удачу в торговле. «Почему мне вспомнился этот случай, и я привожу его?» Продолжает владыка Андрей. Отвечу охотно. На днях один американец, интересующийся православием и побывавший почти во всех православных церквах и в Советском Союзе, и здесь, в Америке, спросил меня. Отчего я и целая группа русских православных людей не участвуют в приеме патриаршей делегации и вообще как бы чуждаются всего, что связано с церковной жизнью в Советском Союзе? И даже здесь, в Америке, уклоняются от тех православных групп, которые так или иначе связаны с патриархией. В чем дело? Разве догматы не те, или таинства другие, или богослужения иное? Я подумал и ответил. Нет, дело не в этом. И вера та же, и богослужения те же. Православная вера благоухает, как хороший мед. Но если этот мед вы сольете в бочку, на дне которой окажется дохлая крыса, захотите ли вы отведать этого меда? Он с ужасом посмотрел на меня. Ну, конечно, нет. Вот так и мы, ответил я ему, чуждаемся всего того, что связано с коммунизмом. Коммунизм для нас то же, что дохлая крыса на дне бочки. Если бы вы наполнили эту бочку до самых краев, самым лучшим, самым ароматным медом, нет, мы не захотим этого меда. Мед сам по себе прекрасен, но в него попал трупный яд и смрад. Мой собеседник молча кивнул головой. Он понял. А вы? Образно и убедительно. В заключении своего письма я в свою очередь спрашиваю ваше Высокопреосвященство. Неужели вы по архиерейской совести считаете облачившихся в рясы и колобуки служителей КГБ истинными духовными руководителями и возглавителями многострадальной русской церкви? Неужели вы не видите, что на дне той кооси церковной советской организации, с которой вы связали себя, лежит дохлая крыса коммунизма? Или вы предпочитаете закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать и отмахнуться от непреклядной действительности? Конечно, если это так, то всякие дальнейшие переговоры о соединении излишни и о совместном служении не может быть и речи. Митрополит Филарет, 1975 год 2 Коринфянам 6,14 Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Деяние 7,52 Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвосвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. 2 Тимофею 3,4,5 Предатели наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Прислушаться бы вовремя слепцам к шагам пророка с шумною толпою, невыразительность сползла бы с их лица, но оказалась и толпа слепою. Две тысячи не дней, а лет тягучих, прозревшими похвастаться нельзя, народы избирают, что не лучшим, стал невостребованным неземной бальзам. Лишь ревность о спасенье побудит прислушаться к толпе мимоходящей, кто знал и не творил, тот много будет бит, пинаемый событиями мячик. Лед за кулисами сумеем растопить, Иисусе, сын Давидов, надо мною сжалься, направь ко мне пронзенные стопы, на тьму очез сам возложи мне пальцы. Из многоструйных вод своей любви излей крупицу и наполни русло. Остановись, призреньем призови Всезрящий Бог мой сладостный Иисусе. Я к Вартимею прислонялся рядом не в прошлом, а сегодня поутру, и на постылые в пустыне горькой грядки Пролей воды, не обмелеет пруд. Мой вопль, мои стенания из-за стен, Когда монашество мой дух закабалило, Дух недуховности в традициях засел, Глаз вопиющего, как сломанный мобильник. Был день прозрения, да будет свет, Громами в молниях, и мне пророкотали, О том другим не прекращаю петь. Весна пришла с малюсеньких проталин. Хочу прозреть вершина Эвереста, К ней устремитесь, слыша благовестия, Лед слепоты неверия дотреснет, Исход начнется с опресночным тестом. 28 июня 2008 год. Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok